Дорогие друзья, давайте я начну сразу с квартиры, а потом уже, собственно говоря, выйду на улицу и мы продолжим подытожим. У нас было три квартиры, это продано в ипотеку, эту вот только что тоже продали, как раз таки идет приемка, в общем, не буду там мешать, в общем, идет сейчас приемка квартиры, поэтому эту мы с вами не будем обсуждать. Вот, мы обсудим с вами вот эту, которая осталась последняя на продаже, она, как и все остальные, 21,4 квадратных метра и стоимость тоже одинаковая, у всех было 9 миллионов рублей, в свое время 10,5, ну, потом спустились, так как коррекция цены и, собственно говоря, еще раз говорю, она единственная осталась. В чем преимущество всей этой истории? Ну, давайте сначала по квартире, а потом, соответственно, про преимущество поговорим, потому что преимущество, конечно же, в локации. Вот, смотрите, здесь сейчас еще только что съехали квартиранты, она постоянно сдается и летом, и зимой, и сколько бы там кто ни хейтер, хейтеры не говорили, не писали и так далее, все равно, как бы, это очень, еще раз говорю, прибыльная история и очень хорошая, еще раз говорю, локация. Пускай я повторюсь, но, тем не менее, это факт и это так. Значит так, у нас 21,4 квадратных метра под документом, это у нас статус жилое помещение, сделка через нотариуса, как раз сейчас у нас вот мы примем квартиру и поедем к нотариусу в центр Сочи и там, собственно говоря, оформим все. Значит, вот здесь пришли раздели с вашей квартиранты, здесь у нас, пожалуйста, все, вот, разводочка полностью по электричеству, да, обратите внимание, все подписано. Здесь вы посмотрели на себя, так сказать, на красивую, здесь у нас тоже еще уборочка пока что не произведена, видите, полотенце сушится, стиралочка, все, что вы видите, все остается, здесь полный комплект, здесь очень хорошие хозяева всего этого бизнеса были, но они расширяются, вот полноценная ванна, все необходимое для жизни, давайте я зайду, покажу. Вот, они расширяются сами, их, соответственно, покупают себе большей площадью, большей площадью жилье и поэтому были вынуждены все это дело продать. Каждая из этих квартир, абсолютно каждая, минимум приносила в год барабанная дробь, вы сейчас с трудом в это поверите, но это на самом деле так, у меня есть все отчеты и я 100% уверен в том, что это так. Приносила каждая из этих квартир от 1 400 000 в год, господа, 1 400 000 рублей в год. А теперь посчитайте, какова эта окупаемость. Стоимость каждой из этих квартир 9 миллионов рублей, у нас нет никаких обременений, ограничений, еще раз говорю, сколько бы мне там ни писали, ни рассказывали, мы продавали когда-то их за 10,5 миллионов каждую. Напоминаю, что мы находимся с вами 200 метров до моря, это прям пешая доступность на улице Просвещения, вот, низ курортного городка, это крутая локация, она востребована и летом, и зимой, эти квартиры сдаются просто постоянно. Мы сейчас взяли одну из них в доверительное управление, вот, среднюю, соответственно, продавали не мы в ипотеку, поэтому здесь проходит тоже ипотека, имейте это в виду, без проблем. Да, отлично оформлена кухонная зона, все, в принципе, аккуратненько, стильно, модно, ну, людям что нужно, да, пришли с пляжа, соответственно, может быть, что-то там приготовили. Здесь вплоть до ложечки-вилочки абсолютно все, абсолютно все здесь есть, и микроволновочка, и вся посуда, и, так сказать, и химия с мусорным витром тоже остается. Да, здесь у Евгении все очень аккуратненько, она владела этим бизнесом два года, все это, соответственно, приносило ей очень хорошую прибыль, но вот с мужем они сейчас расширяются, и поэтому все три квартиры они решили продать. При входе у нас, соответственно, теплый пол, это у нас непосредственно плиточка, здесь у нас дальше идет ламинат, вот такие вот здесь, получается, она как будто двухспальня, на самом деле, это две кровати, они раздельные, вот, и окна у нас, собственно говоря, под нами, кстати, столовая, вот тут у нас плит, отличный шкаф, ну, вместительный достаточно, антимоскитные, пожалуйста, сеточки на окнах, и вот, собственно говоря, чтобы было понимание, под нами столовая. Море здесь в самой-самой прям пешей доступности, сейчас, если меня подожду, ребята, потому что вам ехать дальше, я пробегусь, вам покажу, вот, и мы с вами переговорим, я решил начать с квартиры, потому что, ну, потому что, так решил сделать. Сейчас, если они еще там заниматься будут минут десять, я сбегу вам, сейчас все покажу. Так, ну, ладно-ка, ладно-ка, пока у нас там идет полным ходом, собственно говоря, приемка, вот, собственно говоря, наша квартира, вот, пока у нас полным ходом идет приемка, Дмитрий Александрович там лишний, реально лишний, потому что там наш человек занимается сейчас приемкой, и, собственно говоря, он и будет сдавать. Вот наш дом, вот наш дом, а теперь я хочу быстренько вам показать, у меня есть немножечко времени совсем, чтобы вы оценили, сколько нам идти до моря. Кстати, дорогие друзья, зрители нашего канала, с вами, как обычно, ваш покойный слуга Дмитрий Александрович, консультант по подбору недвижимости в городе Сочи, семья, всем привет, это Сочи, Краснодарский край. Вот, чем я могу быть вам полезен, вы прекрасно знаете, это у нас подбор, естественно, любой, абсолютно, на именно ваше непосредственно усмотрение недвижимости в городе Сочи, это земельные участки, это дома, это непосредственно квартиры с ремонтом, без цены у меня лучшей в этом городе, от застройщика я продаю дешевле, чем у застройщика, вторичку, которую вы найдете, я продаю дешевле, чем вы ее увидите на Сане, либо на Авито, вот, давайте, вот, чтобы вам было наглядно, да, вот сейчас вы оцените эти 200 метров, и по времени вы тоже оцените, сколько вы будете ходить до моря. В принципе, дорога у вас здесь составит больше, чем полторы-две минуты, вот, если вы будете ползти, то пять минут ползти, ползком. Также я напоминаю вам, что помимо того, что я подбираю недвижимость для вас ежедневно, я, естественно, занимаюсь ремонтами, причастовыми и чистовыми ремонтами, у меня лучшие цены в этом городе, и, соответственно, такое же качество, как у наших ближайших коллег, да, 15 тысяч на сегодняшний день стоит ли чистовой ремонт, это уже с премиум-материалами, вот, и, соответственно, чистовой ремонт у нас 8 тысяч рублей. Материалы вы покупаете в самостоятельстве. Здравствуйте. Здравствуйте. Обязательно. Уже, уже в пути, уже, вот, поэтому 23 тысячи на круг вы получаете. Здравствуйте. Спасибо большое. Вот. Также строительство домов монолитных. Все это есть у меня в описании под каждым роликом. Вы можете поставить информацию, а вообще не стесняйтесь, набирайте мне по номеру телефона, который вы видите в левом нижнем углу экрана и без проблем. Вот, дорогие друзья, вот, вход. Да, спасибо большое, спасибо. Вот. Вот сколько экскурсий. Пожалуйста, все продолжает работать, бурлить. И, соответственно, вот, вы приходите. Здесь можно направо, можно налево. Великолепно здесь причал ресторанчик обалденный, с хорошими видами, можете посидеть, отдыхать. Там часть пляжа у нас, и здесь часть пляжа. Здесь у нас мангальчики можно, беседочки. То есть вот и все, вы пришли. Вот такая вот красота, и вы здесь живете. Именно поэтому здесь не только, я еще раз говорю, в летний период времени, но и в зимний, естественно. Потому что, потому что это очень востребовано. Поэтому сейчас 3000 сутки, летом минимум 5000 сутки. Эта квартира, поэтому, приносит такие деньги. Приносит такие деньги, и она, на самом деле, эти деньги приносит. Приносит. И Евгения бы не продавала, на самом деле, ни одну, ни вторую, ни третью. Они очень неплохо их кормят, так сказать, помогают. Но вопросы расширения, и вообще живет человек на Красной Поляне. В общем, она раньше решила полностью перебазировать сюда. Ей это комфортно, в первую очередь комфортно. Вот такая история. Вот вы пришли, время, грубо говоря, 11 там, и вы вот так вот кайфуете. Прозрачное море, тишина, штиль. Великолепно, чайки. Вот такая вот церковь. Ну что, да, многие сейчас есть, у меня там хейтеры, не хейтеры, напишут, что Дмитрий Александрович, почему так дорого и так далее. 9 миллионов. Но я вам хочу сказать так. На самом деле, продавала она все эти три квартиры по 10 500. Прошла просадка, мы посоветовались, поставили цену 9. Две сразу забрали. Вот хотели третью забирать в ипотеку. Но пока не тянут люди. И она говорит, давай третью поставим 10 500. Я говорю, давай не надо. Давай как было 9, так и оставим 9. Вот видишь, продали две. Давай не будем наглеть, борзеть. И, соответственно, зато продадим. И вы спокойненько уже купите то, о чем вы мечтали. То есть, там, то жилье, о котором вы мечтали. Вот. Она говорит, ну хорошо. Вот поэтому последнее еще есть. Также будет принести доход. Человек, который будет заниматься этим всем дистанционно. Да, моя сотрудница, она есть. Поэтому проблем никаких это вам не составит. Просто будете находиться дома, получать деньги. Все, техническую часть вопроса, сделку я беру на себя. Естественно, ипотека, это наличка без рейса. Я готов все вам помочь, оформить максимально. Вот. Кстати, когда мы в той части пляжа проходим и по улице Чехалова, нам приходится переходить через ЖД пути. А здесь мы под мостом ныряем, и нас это никаким образом не напрягает. Не напрягает. Вот. Кто там переживает, опасается лишний раз, там, Дмитрий Александрович, мы там переживаем и так далее. Вопросов нет, господа, дополнительно делаем страхование сделки по всем направлениям. Можем и вашу, соответственно, недвижимость застраховать там от обстоятельств непродалимой силы. В общем, от всяких затопов, пожаров, от всяких катаклизмов. Ну и, конечно же, сделку непосредственно. Ну, плюс у нас сделка нотариальная. По стоимости, смотрите, в этот раз нам обошлось там согласие. Две с копейками согласие. Потом, соответственно, сама сделка через нотариуса 17 с копейками или 16 с копейками. Сейчас вот поедем, как раз оплатим. И регистрация в Росреестре тоже там 2400, по-моему. То есть это вот такие вот расходы на оформление платит покупатель. Платит покупатель. Ну, в принципе, все, наверное. Сейчас я немножко паузу возьму, мне надо поснимать шорстик. И мы с вами подытожим. Так, ну все, я доснимал короткое видео. В принципе, можем возвращаться. Давайте теперь дорогу обратно засекаем. Так, а многие, кстати, по ремонту спрашивают. Дмитрий Александрович, сколько, что входит. Еще раз, смотрите. 15000 – это стоимость предчистового ремонта у нас. Это полностью подключен. Еще раз говорю, с премиематериалом. Туда входит черновая электрика, сантехника. Туда входит стяжка пола. Мы дополнительных денег за это не берем. Теплые полы, допустим, водяные, например. Если у вас от газового индивидуального отопления, да, позволяет, так сказать, технически это сделать. Вот. Это, конечно же, штукатурка, шпаклевка. Вот. Цементное санузло, гипсовые, соответственно, в комнатах. Это у нас дополнительное возведение или демонтаж каких-то перегородок, если в этом есть какая-то необходимость. И, соответственно, уже при чистовом ремонте, ну, вы отдельно оплачиваете только лишь исключительно, отдельно вы оплачиваете исключительно только натяжной потолок, допустим, если у вас натяжные потолки, что я вам рекомендую сделать в Сочи. И, соответственно, трассы кондиционеров. И установка межкомнатных дверей тоже мы можем это сделать. Ну, и вы можете заказать специализированной фирме. Это без проблем. Вот. Вот такая вот история. Ну, а дальше, чистовой ремонт вы покупаете, дорогие друзья, плитку, ламинат, все, что вам необходимо, сантехнику. Ну, а в принципе, мы можем сделать все это дистанционно, в плане каких-то вкусностей. Вот такая вот красота. Вот так вот с утра можно прямо идти, что-то заказать и, соответственно, все это дело покушать. Почему? Потому что вы находитесь в Сочи, господа, в Краснодарском крае. Вот пройти, что-то себе уже готовенькое, с утра свеженькое, чебуреки заказать или что-нибудь и сладенького, и солененького. Ну, вообще, на ваш вкус и цвет, что называется. Это все рядом с вашим домом. Там чай, тут вино, и вы живете, что называется, вышли и ни в чем не нуждаетесь. Вообще, здесь кипит все и летом, и зимой. Поэтому локация, на самом деле, востребована. Многие туристы обожают. Низь курортного городка. Вот. Кто-то обожает вверх, тут столовая, там столовая. Ну, в общем, это место такое, бурляще, кипяще, для туристов безумно востребовано. Поэтому по любым вопросам вы всегда набираете меня, я всегда для всех на связи, без каких-то проблем. Вот просто набрали, и мы все порешали. И вот, пожалуйста, ваш дом уже, да, подошли. И ваш дом. Еще раз говорю, у нас проходит ипотека, стоимость у нас 9 миллионов рублей. И сделка через нотариуса, чтобы платить дополнительно 17 тысяч рублей. Ну, если у вас есть еще какие-то переживания, я всем своим клиентам. Извиняюсь, извиняюсь, мне, как обычно, позвонили. Вот. Поэтому по любым вопросам, еще раз говорю, строительство, ремонт, либо подбор недвижимости, я для вас на связи. Всем своим клиентам. Я говорю о том, что если вы еще хотите, дополните, пожалуйста, страхование сделки. И вообще, абсолютно, никакой вопрос. То есть дома покупайте, либо еще что-то. Друзья, в вашем бюджете, вы обращаетесь, я подберу для вас то, что в вашем бюджете. Там, за 3 миллиона бюджета, значит, за 3 миллиона рублей. То есть, 33 миллиона рублей, значит, 33 миллиона рублей. Я работаю с разным сегментом. Многие думают, что занимаюсь только домами, а кто-то думает, что занимаюсь только квартирами. Нет, это не так. Вот. Я занимаюсь абсолютно всем. Абсолютно многопрофильное такое направление и под каждого клиента. Все, в принципе, наверное. Сейчас мы опять наберем чудо здесь код. Я вам не покажу, естественно, потому что вдруг вы решите на квартиру ворваться, что называется. Здрасте. И мы, соответственно, поднимаемся. И я думаю, там еще идет у нас приемка квартиры. Мы поднимаемся. Видите, сделаны гостевые дома справа, слева. Это, как бы вы понимаете, курортный городок. Поэтому это все востребованная очень история. Вот. Но это чисто вот для того, чтобы получать деньги, пассивный доход. Вот у нас. В общем, так как покупатели просили, чтобы не снимал я видео, ну, как обычно, многие покупатели. Никто не хочет снимать сам видео по разным причинам. Поэтому на этом, собственно говоря, подытожим. Сейчас у нас ждет нотариус, нас ждет банк, проверить деньги и так далее. Полный расчет. И, собственно говоря, уже завтрашнего дня мы начинаем сдавать эту квартиру. Мы так договорились, да, что не ждем перерегистрации. Сейчас у нас все наоборот. То есть мы должны были сначала, получается, проверить дел, денежки, потом, соответственно, рассчитаться, допустим, перед подписанием договора. Ну, или нотариуса прям можем это сделать. А потом уже принять квартиру и сдавать. У нас все наоборот. Мы сначала принимаем квартиру, потом едем, рассчитываемся, а потом едем нотариус уже подписывать документы. Ну, все адекватные, меняемые люди, понимают, что надо все комфортно, удобно, чтобы всем было удобно, логично и так далее. Ну, что, я вас всех обожаю. Подписываемся на канал, ставим лайки, набираем, еще раз говорю, по любым вопросам не стесняемся, пишем WhatsApp на крайняк. Вот. Если не отвечу сразу, отвечу через полчаса. Если не отвечу через полчаса, отвечу через час. И, соответственно, жду вас в Сочи. Продолжаем работать полным ходом, так сказать, рабочий процесс продолжается. Все социальные сети у меня в описании к ролику. Кому Instagram, кому Telegram, кому что, в общем. Яндекс, Дзены, Рутубу, Ютубу, все ссылочки есть в описании к ролику. Все, я вас обнял. Пока-пока. Смотрим на красивое сочинское небо, замечательную погоду. Я вас жду, дорогие друзья, в гости. Пожалуйста, приезжайте, будьте здоровы, не болейте. Обнялся меня. Всем пока. Пока. Я хочу поделиться. Потому что это важно реально для меня. И я должен об этом сказать. Сюжет, по идее, закончился, но так как он не закончился у меня в голове, в моем сердце, я должен, как бы, сказать. Сделка – это хорошо. Ты зарабатываешь деньги. На эти деньги ты можешь, соответственно, обеспечить свою семью, купить продукты, оплатить коммунальные услуги, еще что-то себе позволит, там, какие-то, может быть, развлечения, там, когда-то купить, там, новую книгу или сходить в ресторан. Не суть. Куда каждый тратит, как он считает нужным. Это важно. Но я считаю, что деньги – это не главное. Гораздо главнее, реально, ну, я так, на самом деле, считаю, для меня, в мои, там, почти 42 года, это эмоции, впечатления, и те эмоции, которые ты даришь своим клиентам, людям, с которыми ты взаимодействуешь, продавцам, покупателям, и, конечно же, те эмоции, которые они тебе дают. Поэтому, главное, дорогие друзья, это вот это. Вы спросите меня, что это? Вы знаете, так редко покупатели приезжают на сделки ко мне с презентами, а я, как маленький ребенок, радуюсь, когда мне что-то вот привозят. Я всю жизнь дарил подарки, но вот редко-редко мне кто-то получал. Это у меня Андрей из Казани со своей любимой, там, они привезли мне, до сих пор у меня вот есть вещи, я-то ему покажу. Он думает, что я все съел, а уже прошел год, а я еще не все съел. Я хочу сказать, еще кое-что у меня осталось. Ну, основную часть я съел, конечно, но вот такой набор у меня еще остался, и он, я хочу вам сказать, не пропал, он чудесный. С Казани ребята приезжали, привезли мне много сладостей разного, там, чак-чака, там, и так далее, ну, всяких местных сладостей. И вот еще одна коробочка у меня осталась, и я ее берегу, берегу. Все остальное я поел, а это вот как бы берегу. Ну, это вот у меня, и это у меня осталось в памяти наше общение. Вот, у меня сходили в ресторанчик, покушали. Вот, а сейчас, вот, вообще, вот, у сибиряков, скажем, там, у северян, вот, у них вот принято, на самом деле, с пустыми руками не приезжать, да, и вот еще раз хочу выразить большую благодарность, потому что мне безумно приятно. Анне и Егору, вот, они мне привезли сик, это сик, сик, северная тема, рыба ледниковых вод. И, господа, ну, в сик я ел, как бы, когда был на Байкале, да, мы ловили прям сырого, там, и омули, хариус, и сик, там, ну, за быстро его засаливали, там, и делали. Вкус не помню, ну, вот такого я ни разу не ем, вот такого ни разу не ем, вот, ассин. И вот, господа, это я никогда в жизни этого не ел. У меня Катюха обожает вот эти вещи, а я, если честно, как-то пробовал жареную оленину, но чтобы окорок олени с можжевеловой ягодой сырокопченой, ну, вот этого я не пробовал. Это я уверен, что так, а пусть от меня попалились. Это надо, конечно, под шампанское, может быть, под вино, ну, в общем, а это надо под картошечку, конечно, под джай. Ну, в общем, надо это, как бы, как-то и сохранить и съесть. Мне безумно приятно. А еще интересно то, что покупатели, ну, понятное дело, не все хотят сниматься в ролик. Еще раз говорю, Аня, Егор, большое вам спасибо. Они высказали мне пожелание, чтобы они хотели там на просвещение себе квартиру, а в том доме, в котором они хотели, ничего не было. Такой дом вот заселенный, там вот сложно поймать какую-то перепродажу, но вот фактически в соседнем была квартира, и поэтому она им тоже понравилась. Им понравилась и хозяйка Евгения. В общем, всем спасибо, плодотворная работа. Вы не думаете, что купить квартиру это вот так, вот 5 секунд дел, да? То есть это все равно планомерная подготовка, она, как правило, проходит примерно в течение месяца. Это переговоры, это какие-то, соответственно, согласования, которые вы вносите в договор, и, собственно, какие-то технические моменты, юридические аспекты. Вы, как правило, я создаю всегда чат, и в этом чате, соответственно, мы обсуждаем все моменты, связанные и с задатком, и с основными моментами заключения договора. Ну, в общем, все высказывают какие-то свои пожелания, как бы они хотели, чтобы прошла сделка, как бы они видели, чтобы она прошла. Закладываться в ячейку, не закладываться в ячейку. Какой механизм алгоритмов? Вот в данном случае, например, да? Ну, у меня такое часто бывает, и мы идем против правила, объясню, потому что есть некие правила, стандарты, да? А есть логика и понимание человечка. Когда вменяемая сторона и продавца, и покупателя, это очень великолепно. Вот, допустим, сегодня мы сначала увиделись, сначала приняли квартиру, приняли, да? Не подписывая акт приема и передачи, просто приняли квартиру, посмотрели, все нормально, все проверили, что там все работает, какие-то нюансы, моменты. Сразу, соответственно, человек, который находится в моей команде, да, занимается доверительным управлением, сразу же тоже посмотрел, все особенности, нюансы. Сразу же мы обсудили, за сколько мы будем сдавать эту квартиру, посуточно, в какой период времени и так далее. Вот, и после этого мы поехали уже в банк. Просто пересчитали деньги и, соответственно, не стали их закладывать никуда, ни в ячейку, не тратиться на это, не терять время. И после этого мы уже поехали, непосредственно, к нотариусу, где спокойно, вот, на улице Воровского, дом 56, мы спокойно у нотариуса Филипчук в переговорке уже, собственно говоря, еще раз пересчитали там деньги и перепровели все, рассчитались и подписали, ну, все необходимые документы, да, по этой расписке и все остальное. Вот, поэтому бывает по-разному. Вот, самое главное, что все адекватные, все вменяемые, вот, и безумно приятно, конечно, что вот такой сюрприз. Все это занимает, естественно, в любом случае, любая сделка занимает целый день, поэтому планировать на этот день что-то еще бессмысленно. То есть, и, как бы, вам не советую на будущее тоже имейте в виду, что как минимум день вы потратите, да, на всю эту процедуру. Как минимум. Вот, а еще интересная особенность, я хотел сказать, что у нас продавец квартиры Евгения, она с Норильска, Красноярского края, и покупатель Анна с Егором, тоже с Норильск, Красноярского края, представьте, более того, они соседние. Вот, ну, в соседних домах, можно сказать, проживали, где вот... В общем, как бывает, да, один человек Стаганрога и другой человек Стаганрога, а сделку делает Дмитрий Александрович, который тоже из Стаганрога, и все мы пересекаемся в Сочи. Вот и бывает такое, что вы живете в соседних подъездах, а сделку провожу вам я, там участвую, по крайней мере, да, 8 минуты. Я еще раз благодарен Евгении, благодарен Анне, благодарен Егору, Благодарен Дмитрию, всем, кто принимал сегодня участие, и Дмитрию это продавец, а я благодарен также еще и своему помощнику Дмитрию. Всем мы участвовали во всем этом, вот. Ну, и одна из очередных сделок завершена. Вот, я просто хотел высказаться по этому поводу, потому что обычные я сделки не снимаю, потому что все против и так далее. Ну, это было достаточно мило, с определенными препятствиями, с определенными обсуждениями, с определенными неравотребкой, ну, все это позади, все закончилось, и новые полноправные, так сказать, владельцы теперь будут распоряжаться хорошим жильем, да, мы будем его сдавать, они будут получать прибыль, вот, и они молодцы. Сделку провели через нотариусы, естественно, потому что у нас статус жилое помещение и доля земельного участка, непосредственно жилое помещение, вот. Ну, я всем своим клиентам говорю о том, что, чтобы вы не покупали апартаменты или жилое помещение, долю в доме, там, не имеет значения, комнату, статус квартиры и так далее, вы всегда можете обратиться ко мне с вопросом. Я всем своим клиентам предлагаю дополнительные, если есть переживания, не от наводнений, не от пожаров, не от каких-то, повторяясь, непреодолимой силы а-ля землетрясения и так далее, я предлагаю всем страховать саму юридическую часть и сторону сделки. Если у вас есть еще дополнительные какие-то переживания, понятно, что нет никаких обременений, мы посмотрели архивные выписки, мы подняли все документы на дом, на помещение, понимаем на землю, что нет никаких обременений, мы готовы к сделке, но дополнительно, если у вас есть какие-то переживания, вы всегда можете застраховать свою сделку. В случае, если что-то там, не до Бог, произойдет, вы всегда можете обратиться в страховую компанию за выплатой и за страховым возмещением. Но имейте в виду, что, в принципе, кто-то говорит, ой, нельзя, покупать нельзя, вот, раз, кто-то говорит, например, ипотеки проходят, значит, можно, нотариус этим вопросом занимается, значит, можно, ну, я вот говорю, что всегда дополнительно, я говорю, вы покупаете дом, хотите застраховать, ну, в основном все мои клиенты не хотят, ну, хозяин барин, я покупал все время, тоже не страховал, поэтому принимайте решение. Еще раз всем теперь желаю вам счастья и зарубий, еще раз огромное спасибо моим покупателям и продавцам за достаточно лояльное человеческое отношение, вот, будем все дружить, общаться с огромным удовольствием, вот, встречаться в Сочи, не отводить глаза друг от друга, а порядочно смотреть друг в друга глаза и спрашивать, как вы, а вы как? Ну, иногда встречаться за шашлыками с огромным удовольствием у меня, у нас с Екатериной Андреевной в гостях дома. Так что мы заранее всех приглашаем, вот, и я всех приглашаю, кто приезжает ко мне, вот, поэтому приезжайте. Безумно устал, как-то все-таки энергетически сегодня будет тяжело, вот, но, тем не менее, финальная сделка сделана, и слава Богу. Всем счастья, здоровья, любви, и денег столько, сколько вам нужно для того, чтобы исполнить все ваши желания и мечты. Ну, а все остальное вы знаете. По ремонту, строительству и по недвижимости. Вы знаете, куда написать, позвоните. Я на связи. Все, семья, всем пока. Спасибо, что выслушали меня эти 10 минут еще. Я вас обнял. Пока, семья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok